облил чем-то. Это я, видите? Размотреть. А что, съёмка идёт уже? Лёнь, ты скажи. Можно плавно начинать. Чё, уже потом? Георгий Михайлович, расскажите. А что же вы так врасплох меня ловите? Я, понимаете, уже морда, лица не та. Понимаете? Как у нас говорят. Я же без пудры к любимому зрителю никогда не выхожу. Я припудриваюсь. А теперь, тем более, я всегда старался и с молодым, или постарить себя, или помолодеть. То есть припудриться, подкрашить. А вы сразу, борода. Ну, ладно, издевайтесь, что же делать. Георгий Михайлович, как вы относитесь? Здравствуйте, дорогие зрители. Здоровенькие булы. А что делать? Я отношусь очень хорошо. Харьков – хорошо. Нет, я имел в виду. Украине – хорошо. У меня тут вся моя первая любовь протекала на Украине. Я уже 60 лет хорошо отношусь. Как начал играть, с 1939 года я уже очень хорошо знал харьковские места, полтавские места, закутки, киевские там. И все съемки у меня многие, картины снимались. И «Она вас любит». Ну, много картин. И на Довженко. И с ленинградскими картинами. Опять же, мы приезжали в Одессу. А как вы относитесь к анекдотам о себе? К анекдотам? Если хорошие, отношусь. Я же всячески и сам себя веселю, и других. И когда меня другие веселят, я тоже с удовольствием. А какой ваш любимый анекдот? Какой? Из сексуальных? Можно из сексуальных. Ну, вот как мы на необитаемом острове втроем собрались. Никулин, Моргунов и я. И, значит, Никулин говорит, что-то на женщин потянуло. А Моргунов говорит, на меня показывая. Говорит, а может, как вчера? Я говорю, нет, не надо, как вчера. Не надо, как вчера. Вот такой анекдот. Вы можете рассказать о своем творчестве, помимо как киноактера? Вы еще сочиняете частушки, всякие репризы? Нет, частушки сексуальные. Зачем? Я человек скромный, тихий. Ну, какой частушка вам какой-то, да? Да. Милый, что это объяснял мне вчерась под акацией? Я осталась с ней, целовавшись с его сублимацией. Еще, что ли? Да. Ну, еще, да. Милый, да, какой, значит, современный такой, да? Милый коврик расстелил синтетической и культурно предложил в интетичке. Хороший, ласковый частушка. Очень хороший. Георгий Михайлович, скажите. Может, еще спереди? А не, все. Да, понятно, когда участвует творчество, легче. Мне играть всегда легче. Говорить что-нибудь такое экспромтное, чего-то, то есть сразу не подумав, как говорил один писатель. Скажите, как смеялись люди раньше и сейчас? Что? Как люди смеялись раньше и сейчас? На наших картинах так же. Вы можете рассказать о своей работе с Гайдаем? Нет, эту тему не трогайте. Он уже умер. Так что, чтобы быть объективным, чтобы говорить то, что думаешь. Ну, разные бывают, понимаете. А Гайда – это наш любимый режиссер. Слава Богу, что он собрал нас и сделал такие картины, которые понимают все люди. И у нас, и за рубежом. За настоящим рубежом, не за этим. Это я несерьезно считаю. Как вы познакомились с ним? Смеются таможенники всегда, когда нас видят и просят автографа. Больше ничего, никаких претензий они к нам не имеют. И мы тоже к ним. А как вы познакомились с Гайдаем? Ну, я-то у него снимался из всей этой шайки. Снимался первый. Я снимался у него «Жених с того света». Там Пляд играл. Он главный бюрократ. Я его заместитель. Эту картину обозвали антисоветской. Ее обкарнали. Там были актеры хорошие. И их обкарнали. Ирина Зеленая, Филиппов, Сергей. Была восьми чистевая, хорошая, большая комедия. И осталось четыре. Ну, потом я пошел, посмотрел ее. Ну, это уже такая... Вот так. А когда произошла первая встреча с Маргуновым и Никулиным? Вот в этой картине, в нашей. Пес-барбос. Расскажите подробнее, как отбирались герои, главные герои на этот фильм? Ну, какие главные? На троих картина-то вся. Так же герои трое. Я уже, так сказать, был проверен. Никулиным, Гайдаем Леонидом Йовичем, Леонидом Йовичем. А их, значит, испытывали. Ну, Никулина, он знал по картине «Девушка с гитарой» или что-то такое. Он играл замечательный эпизод в цирке. Он принес какую-то шутиху, ракету, и там все взорвалось, и все всаживали. Это он очень здорово сыграл, и после этого он его вспомнил. Ну, а Маргунову тоже пришлось. Предлагали сначала одному там актеру, маститому актеру, который испугался, что он не сможет бегать. И тогда возникла мысль предложить из штата киноактера, такого габаритного артиста Маргунова. Он очень бывалый, самый такой бывалый. Самый здоровый. Вообще мы все пока живы-здоровы, а вот Маргунов – это самый здоровый. И не верьте никаким слухам, что будто бы Маргунова задавила машина. Такой машины еще не изобрели. Так что мы, надеюсь, дорогие харьковчане и вообще, дорогие украинские зрители, мы там не только у вас будем, но еще поездим по нашим когда-то родным. Но мы и не считаем, что вы не родные города. Да, мы так ездим, как к себе. Спасибо большое. Старость, но радость, радость встречи. Спасибо большое, Георгий Петрович. Спасибо. 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 Спасибо.